А вы когда-нибудь сталкивались с однотипностью темы на WooCommerce? Куда ни глянь, что не тема, то все как-то скучно, серо, однотипно. Я как раз таким столкнулся в поисках красивой, необычной, современной темы на WooCommerce. Однажды я искал товары в интернете и случайно наткнулся на один интернет-магазин с потрясающим дизайном, который мне очень понравился. Позже я узнал, что данный интернет-магазин создан на платной CMS 1S Bittrex. И тогда я подумал, как же так? WordPress – одна из самых популярных систем в мире, где только 40% всех сайтов в мире используют WordPress. Неужели нету красивой, необычной темы для WooCommerce? Подумал я. И я начал искать и нашел потрясающий, красивый, уникальный дизайн, креативный, не похожий ни на один шаблон тему WooCommerce. Интересно вам? Что за тема? Давайте взглянем. Меня зовут Федор Васильев. И подробнее в этом видео. Давайте взглянем на замечательную тему. Тема называется Бербери. Сейчас я нахожусь на странице одного из самых уважаемых ресурсов по продаже шаблонов, тем и так далее. Envato Market. Открыта сейчас страница именно на эту тему. Стоит она, естественно, она не бесплатна. 59 долларов за одну лицензию. Конечно, вы можете посмотреть на нее и без меня. Но я ее полностью изучил. Я ее перевел на русский язык. Я создал пошаговый видеокурс под эту тему. И давайте я о ней немного расскажу. Здесь мы можем кликнуть на превью и перейдем на страницу презентации. Уже прямо на сам сайт в готовом виде, как он выглядит с этой темой Бербери. Прежде чем мы с вами будем ее смотреть, что в ней есть, спустимся давайте в самый низ. И я покажу важные моменты. Вот здесь вот они описаны. Сейчас я переведу это на русский язык и подчеркну важные моменты. Во-первых, разработчик русскоговорящий. Это первый момент. Когда вы покупаете эту тему, вы спокойно сможете задавать в техническую поддержку какие-то вопросы, если у вас что-то не получается, или дополнительные вопросы на русском языке. Это огромные преимущества. Я просто знаю из своего опыта. Естественно, тема обновляется достаточно часто. То есть разработчик за ней следит. Понятно, что с WooCommerce она имеет с пятой версии интеграцию. И давайте вот по этим моментам я немного пробегусь. Понятно, что адаптивный дизайн сейчас это уже у всех есть. Визуальный композер это конструктор страниц типа Elementor. Кто знает Elementor? Только чуть попроще. Такой мощный, конечно, как Elementor. Но с другой стороны, как раз эта простота и дает удобство новичкам. Очень быстро вы сможете стартануть и понять, как работает вот этот визуальный композер. Зачем он нужен? Это нужно для второстепенных страниц. Даже для главной страницы. Если вы хотите как-то оформить главную страницу по-своему. Где-то вынести товары, последние добавленные. Где-то создать свои блоки, как вот в Elementor. Кстати, поддержка Elementor в будущем тоже здесь будет присутствовать. Разработчик это добавит. Сейчас пока поддержка только вот этого конструктора. Этим конструктором тоже можно делать карточки товара. То есть сейчас я вам покажу, как это выглядит с карточками. Есть принципный, просто самый крутой плагин Slider Revolution. Здесь интеграция имеется. Поддержка дополнительных плагинов. Там по выбору цвета, по выбору сравнить товар, добавить в избранный и так далее. Три макета продукта мы с вами сейчас посмотрим. Это очень интересная карточка товара. Как можно быстро переключить и увидеть разный дизайн карточек товара. Таблица размеров тоже вам покажу, как это выглядит. Это все внедрено, вот это все в шаблон. И также имеет поддержку мощнейшего плагина мультиязычного сайта, переключение языков. Вот этот вот. И Polylang это тоже аналог. Думаю здесь вы дальше ознакомитесь. Давайте мы с вами уже перейдем, кликнем вот по этой кнопке предварительный просмотр. Давайте я вам покажу весь процесс. У вас откроется сначала вот такая страница. Здесь вы кликайте Live Preview. Посмотрите на эту красоту. Просто посмотрите, как здесь все круто устроено. Первый слайдер на главный. Это реализуется через Page Builder плагин от Barbaric, который позволяет делать простой слайдер. То есть не обязательно прибегать к слайдеру Revolution, потому что это очень мощный, крутой плагин. Мега-меню. Давайте посмотрим, вот так примерно это выглядит. Сейчас я вам покажу вообще свои наработки на этой теме Barbaric, как это сделано у меня. Что бы вы ни продавали, я думаю, эта тема подойдет для любых сайтов. Посмотрите, просто какая-то красота. Это просто что-то с чем-то. Фильтры, да, можно вот так вот фильтры выводить горизонтально. Давайте посмотрим, внутрь зайдем. Посмотрите, вот эта карточка товара, да, она идет во всю ширину браузера. Миниатюры расположены здесь. Все очень тонко можно настроить, поделиться в соцсетях. Поделиться, кстати, можно русские социальные сети прикрепить. Давайте взглянем на мои наработки. Я использовал товары электротранспорт и создал демо-сайт на теме Barbaric. Вот, сейчас перед вами уже открыт мой сайт с этой темой. Здесь, конечно, я использую слайдер Revolution. Вот для главной страницы вверху, для слайдов. И давайте смотреть, что здесь есть интересного. Мега-меню, о котором я говорил. Мега-меню, смотрите, не нужно использовать дополнительный плагин. Эта функция встроена в тему. А я вообще за то, чтобы все необходимое желательно было встроено в тему. Потому что это ускоряет сайт. Если это все разделить по плагинам, то рано или поздно где-то будет несоответствие, где-то будут какие-то несостыковки, проблемы. Понятное дело, но это, наверное, во всех уже есть темах. При прокрутке шапка фиксируется. Давайте теперь пройдем в какой-нибудь товар. Вот, кстати, товар. Видите, таймер можно повесить. То есть, распродажа, когда начнется. А таймер тоже, это не сторонний плагин. Это встроенный плагин. Здесь он тоже отображается. Выбор цвета, да, продукта. При наведении можно тоже галерею вывозить. Вот, в социальных кнопках поделиться. Видите, я добавил, чтобы товары могли поделиться ВКонтакте, Телеграм, Ватсап, Вайбер. Это все здесь есть. Также можно выводить вот сюда социальные кнопки. Так же, как и в подвале. Тоже на известные социальные сети. Смотрите, при прокрутке внизу корзина залипает. Вот тут она исчезает. Детали заказа, как смотрятся. Отзывы. Все очень можно стильно настроить. Цвета и так далее. Карточка товара. Смотрите, вот эти моменты пошли уже пэтчбилдером реализованы. Вот эти вот моменты. То есть сейчас вы видите одну разновидность вот этой карточки. Сейчас мы посмотрим еще. Смотрите здесь дальше. Похожие товары. Вы где-нибудь видели в какой-нибудь теме, чтобы они вот так анимационно двигались при наведении мыши на товар? Анимация останавливается. Мышь убираю. Видите, скорость можно тоже настроить. Вот такой лентой пробегающей похожие товары. Вы это видите. Это очень-очень круто. Дальше смотрите. Таблица размеров. Если вы продаете одежду или все то, где требуется указать таблицу. Если мы кликаем во всплывающем окне. Вот здесь фотографии. Видите, это может быть мебель. Это не сторонний плагин, ребята. Это встроено в тему. Обратите внимание. Таблицу очень легко настроить. Таблица размеров во всплывающем окне. Добавить в избранное. Давайте посмотрим, как это будет вообще смотреться. Если мы перейдем в профиль. Заодно посмотрим страницу профиля. Здесь человек может ввести свои заказы. Перейдем в список желаний. Вот так вот выглядит список желаний. Можно также поделиться в соцсетях. Отсюда можно все удалить. Из списка желаний. Но это понятное дело. А дальше смотрите. Давайте пройдем и посмотрим. Это электро велосипеды. Я перейду. То есть про фильтры я уже говорил. Что это можно. Зафиксируется, кстати, сайдбар при прокрутке. Вот так вот, кстати, анимация внизу подвала. Тоже очень круто, мне нравится, выходит. Вот таймер здесь видно. Допустим, смотрите, сравнение товаров. Как это выглядит. Вот два товара, видите, я добавил. Можно добавить еще. Давайте сравним. Например, два товара. То есть таблица товаров, как сравнивается, как это выглядит. Отсюда можно удалить из сравнения. Тоже все смотрится хорошо. Смотрите, как работает поиск. Это просто что-то с чем-то. Вы можете задать любой текст, видите, хотите подобрать себе электротранспорт. Начните печатать. И давайте какой-нибудь фэтбайк. Давайте у поиска спросим. То есть Аякс. Без перезагрузки работает поиск. Сразу перебросил на товар. Если просто написать название, когда может вылезти несколько товаров, вот так без перезагрузки страницы. Поиск тоже внедрен. Это не отдельный плагин. Внедрен в тему Бербери. Посмотреть все результаты, если больше найдет. Переходим. Подгружается товар. Также есть в корзину. Купить сейчас. Давайте посмотрим. Вот так анимационно это выглядит. Добавление товара в корзину. У нас можно выбрать в настройках. Либо корзина во всплывающем окне. Вот так вылазит. Либо сразу человека перенаправляет в корзину. Просмотреть корзину или оформить заказ. Давайте посмотреть корзину. Вот так это выглядит. Ввести купон. Смотрите, как все дизайнерски четко здесь все расписано, сделано. Оформить заказ. Вот так вот выглядит страница оформления заказа. Но тут уже поля, которые настраиваются в самом WooCommerce. Там отключаемые, добавляемые поля. Все это хорошо смотрится. Контактная форма. Кстати, с контакт форм 7 работает хорошо. Я индекс карта. Видите, по дизайну. Дизайн вообще трогать не надо. Из коробки. Просто контакт форм 7 вставили. Настроили сам контакт форм 7. Кнопка, видите, она по дизайну. То есть дизайн вписывается. То есть есть интеграция с контакт форм 7. Давайте взглянем немножко в админскую часть в настройке данной темы. В подтверждение моих слов вы видите все на русском языке. Хотя тема была вся на английском. Я ее перевел. И хочу показать вам разновидность карточек товара. Здесь я перейду в WooCommerce. Страница продукта. Перейдя в настройки. Три макета. Карточки товара. Вот этот вот макет, который выбран вот здесь вот с отступами. Если выбираем вот этот вариант. Здесь показана, видите, картинка вовсю, так сказать, вот эту часть. И вот этот вариант третий. Это сразу слайдер, смотрите, с переключением карточки товара. Но здесь надо, конечно, фотографии, чтобы были одного размера. Тогда это будет красиво. И побольше размера. Ниже также расположение миниатюр. Видим сейчас здесь по центру. Видим миниатюру сейчас здесь. И можно сделать еще миниатюру отображения снизу. Вот таким вот образом. Это был краткий обзор на тему Бербери. Если вас тема заинтересовала, и вы так же загорелись, как я. И хотите себе эту тему для своего интернет-магазина. И хотите быстро сэкономить свое драгоценное время. Освоить эту тему и другие плагины. По сути, сделать полноценный интернет-магазин с нуля. То я предлагаю вам ознакомиться с моим видеокурсом. Ссылку на который я оставлю в описании под этим видео. Если вы смотрите это видео с YouTube канала. Также ссылку на демонстрацию темы Бербери я тоже оставлю в описании. На этом обзор закончен. И встретимся с вами в видеокурсе.